Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире «Столица Нижней» в студии Антон Ганин. Сегодня в программе. Теплая встреча у метро. Оркестр МВД поздравил пассажиров Нижегородской подземки с Днем Победы. Погода бьет рекорды. Нижегородские синоптики обещают жаркие выходные. Нижегородские юристы готовятся к масштабному забегу, который пройдет в автозаводском парке и в какой форме находятся служители Фемиды. В лето с фантастикой. Один из самых популярных торгово-развлекательных центров города дарит подарки своим покупателям. Сегодня в последний рабочий день на этой неделе пассажиров Нижегородского метро поздравили с наступающим Днем Победы. На конечных станциях подземки в часы пиком раздали 2000 георгиевских ленточек. А в нагорной части города у станции Горьковская выступил оркестр МВД. Музыканты Главка исполнили «Славянку», «Катюшу» и «День Победы». Стаска великолепная! Спасибо большое! Все останавливаются, находят хотя бы пару секунд, постоять, понаблюдать за происходящим, послушать очень хорошую музыку. Нельзя заменить старые произведения, там «Славянка», допустим, «День Победы». К этому прибавляется новый, да, согласен. Но по традиции у нас остается и старый репертуар, конечно. Такой репертуар, который у всех на слуху, его исключить из нашего, из сегодняшнего мероприятия просто невозможно. Предстоящие выходные станут одними из самых жарких в истории Нижнего Новгорода. Уже завтра столбики термометров поднимутся до отметки плюс 28 градусов тепла. Такая погода больше характерна для июля. Даже в утренние часы на улице будет не менее 15 градусов тепла. В последний раз так жарко было в 1957 году. Также синоптики не исключают первых майских гроз. Они могут пройти уже завтра вечером. В последующие дни характер погоды существенно меняться не будет. 10 мая также местами кратковременные дожди и грозы. Ночной фон близок к плюс 15. Днем колебания от плюс 26 до плюс 29. Это июльские даже значения. В последующие дни, два дня праздничных, 11-12 мая, уже в большинстве районов неустойчивая погода с грозовыми дождями, но температурный фон высокий. Не меньше плюс 25 на солнце до 28 градусов. Ночные значения с колебаниями от 13 до 16 градусов. Ветер с юго-восточного постепенно будет менять свое направление на юго-западное. 5-10 при грозе порывистый. Что касается высокой пожароопасности, то действительно до конца праздничных дней местами по области сохранится 4-й класс. Надо быть крайне внимательными с огнем. К другим темам. 25 мая в Нижнем Новгороде состоится главное спортивное событие юридического сообщества. Волга Лигал Ран. Площадкой для проведения мероприятия станет традиционно автозаводский парк культуры и отдыха. Трасса пройдет по асфальтированным дорожкам и березовым аллеям парка. Зачем служителям Фемида нужны спортивные заслуги, выяснял Евгений Деревенко. В этом году забег Лигал Ран будет проходить с 18 мая по 8 июня в 10 российских городах. Нижний Новгород примет эстафету 25 мая. Профессиональные спортсмены говорят, что у всех желающих еще есть время подготовиться. Кто только начинает бегать, я рекомендую чередовать бег с шагом. Допустим, пробежать 5 минут, пройтись шагом 3 минуты и таких сделать 3 серии. Я думаю, за месяц можно с легкостью подготовиться к этому забегу. А если дистанция 2 километра, то можно недели за 2. Забег Лигал Ран благотворительный. Сбор взносов происходит во время онлайн-регистрации на сайте мероприятия. При этом деньги напрямую попадают на счет фонда «Подари жизнь» и других локальных фондов. С 2014 по 2018 год в рамках проекта удалось собрать уже около 12 миллионов рублей. На эти средства 36 тяжелобольных детей из разных регионов России и зарубежных стран получили необходимое лечение. Мы с радостью, с коллегами в Нижнем Новгороде поддержали эту инициативу, потому что это очень крутая возможность объединить и профессиональное сообщество юристов, причем объединить их с пользой для того, чтобы сделать благотворительную помощь под обеченным детям фонда «Подари жизнь» и создать крутое такое локальное спортивное мероприятие, в котором могут участвовать не только юристы, но и все желающие. Организаторы проекта в Нижнем Новгороде призывают профессиональное сообщество юристов объединиться, чтобы помогать тем, кому это так нужно, чтобы жить. Приходи, ты еще успеешь пополнить ряды бегунов, помочь детям и поучаствовать в нашем благотворительном забеге. Евгений Деревянко, Никита Вертлин, столица Нижняя. В «Лето с фантастикой» новая акция стартовала в одном из самых популярных торгово-развлекательных центров города. Покупатели, совершившие в течение месяца наибольшее количество покупок, могут выиграть приз – шоппинг на 20 тысяч рублей в бутиках ТРЦ. Тему продолжит Юрий Афров. Акция «В «Лето с фантастикой» в торгово-развлекательном центре «Фантастика» стартовала 1 мая. Правила простые. Чтобы принять участие в акции, необходимо в течение мая совершать покупки в бутиках ТРЦ. Кроме гипермаркетов «Оби», «Ашан», «Боулинг-клуба «Страйк-зон» и кинотеатра «Синема-парк» – главные условия – сохранять чеки с покупок. Полученные в бутиках чеки необходимо зарегистрировать на сайте торгово-развлекательного центра «Фантастика». Выиграет тот, кто совершит наибольшее количество покупок в период проведения акции. Узнали про акцию, уже совершили несколько покупок. Обязательно испытаем свою удачу и будем ходить по любимым торговым центрам. Участвуйте в акциях, покупайте покупки в магазинах «Фантастики» и удача улыбнется вам. Акция «В лето с фантастикой» будет длиться весь май. Итоги подведут в начале июня. Победитель получит сертификат на покупки в бутиках ТРЦ на 20 тысяч рублей. И, может быть, выиграет главный приз годовой накопительной акции «Фантастическое путешествие». Путевку для всей семьи разыграют в день рождения торгово-развлекательного центра «Фантастика» в конце года. Юрий Афров, Никита Вертлин. Столица Нижний. Это все новости к этому часу. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru. В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова